Космос это такая вещь, которая не перестает удивлять и интересовать практически всех. И мы решили сделать приятное вам, слушателям, и рассказать про космос самое интересное и актуальное. Признаюсь, идей такое количество, что мне пришлось устроить опрос, что же лидирует по интересам среди людей. Ответ совершенно не удивил. Как говорится, угадайте с первого раза. Конечно, черные дыры! Черные дыры, пожалуй, самые загадочные объекты Вселенной из тех, которые мы знаем. И еще остались те, кто думает, раз это дыра, значит, это дыра только черного цвета. На самом деле, черные дыры — это колоссальная масса и плотность, сжатая в одну точку небольшого радиуса. Физические свойства этих объектов настолько странные, что заставляют ломать голову самых искушенных физиков и астрофизиков. Внутри черной дыры не действуют привычные нам законы физики. Согласно Альберту Эйнштейну, гравитация искривляет пространство. Чувствуете, как закипают мозги? Массивная звезда, которая израсходовала все топливо, может превратиться именно в тот тип сверхплотной материи, который необходим для возникновения подобного искривленного участка Вселенной. Звезда схлопывается под собственной тяжестью, увлекает за собой пространство и время вокруг нее. Гравитационное поле становится настолько сильным, что даже свет больше не может из него вырваться. В результате область, в которой ранее находилась звезда, становится абсолютно черной. Вот это и есть черная дыра. Внешняя поверхность черной дыры называется горизонтом событий. Это граница в виде сферы, на которой достигается баланс между гравитационным полем и усилием света, который пытается покинуть черную дыру. Если пересечь горизонт событий, вырваться будет уже невозможно. Горизонт событий лучится энергией. Благодаря квантовым эффектам на нем возникают потоки горячих частиц, излучаемых во Вселенную. Это явление называется излучением Хокинга, в честь описавшего его британского физико-теоретика Стивена Хокинга. Несмотря на то, что материя не может вырваться за пределы горизонта событий, черная дыра, тем не менее, испаряется. Со временем она окончательно потеряет свою массу и исчезнет. Никто не знает, что именно ждет человека, попавшего в центр черной дыры. Иная вселенная, забвение, задняя стенка книжного шкафа, как в американском научно-фантастическом фильме «Интерстеллар» — это загадка. Но обещаю вам в следующем выпуске порассуждать, что же все-таки с вами произойдет внутри черной дыры. А сегодня давайте порассуждаем на вашем примере о том, что произойдет, если случайно попасть в черную дыру. Компанию в этом эксперименте вам составит внешний наблюдатель, ну, назовем его Вася. Итак, Василий на безопасном расстоянии в ужасе наблюдает за тем, как вы приближаетесь к границе черной дыры. С его точки зрения события будут развиваться весьма странным образом. По мере вашего приближения к горизонту событий, напомню, это внешняя поверхность черной дыры, Вася будет видеть, как вы вытягиваетесь в длину и сужаетесь в ширину, будто он рассматривает вас в гигантскую лупу. Кроме того, чем ближе вы будете подлетать к поверхности, тем больше будет казаться наблюдателю, что ваша скорость падает. Вы не сможете докричаться до Василия, ведь в безвоздушном пространстве звук не передается. Но можете попытаться подать знак азбукой Морзе при помощи фонарика. Однако ваши сигналы будут достигать его со все возрастающими интервалами. Вот как это будет выглядеть. Порядок, порядок, порядок. Когда вы достигнете горизонта событий, то с точки зрения Василия замрете на месте, ну, как будто на паузе. Вы остановитесь в неподвижности, растянутом по поверхности горизонта событий, и вас начнет охватывать все возрастающий жар. С точки зрения вашего друга, вас будут медленно убивать растяжение пространства, остановка времени и жар излучения. Прежде чем вы пересечете горизонт событий и углубитесь в недра черной дыры, от вас останется пепел. Но не спешите нас хоронить. Теперь посмотрим на все это, но уже с вашей позиции. Вы летите прямиком в черную дыру. Ни тряски, ни растяжения, ни замедления времени и даже жара излучения вы не испытываете. Потому что вы находитесь в состоянии свободного падения и не чувствуете своего веса. То есть поверхность черной дыры, горизонт событий, явление, обусловленное точкой зрения наблюдающего. Наблюдатель, остающийся снаружи черной дыры, не может заглянуть внутрь, сквозь горизонт событий. Но это его проблема, а не ваша. С вашей точки зрения никакого горизонта не существует. Внутри достаточно крупной черной дыры вы даже сможете вполне нормально прожить остаток жизни, пока не умрете. Если бы наша дыра была мала, гравитация действовала бы на ваше тело неравномерно и вас бы вытянула в макаронину. Но наш-то гораздо больше Солнца, так что плевать нам на гравитацию. Падаем себе на здоровье. Юпитер – самая большая планета в Солнечной системе. Если бы вы объединили все другие планеты в одну, то Юпитер все равно был бы в два с половиной раза массивнее. Трудно понять, насколько огромен Юпитер. Но поскольку мы обнаружили тысячи экзопланет за последние десятилетия, возникает интересный вопрос о том, как их сравнивать. Другими словами, насколько большой может быть планета? Ответ более тонкий, чем вы думаете. Любая большая планета слишком мала, поэтому не может быть звездой. Обычное определение для звезды состоит в том, что она должна быть достаточно большой, чтобы в ее недрах начали протекать реакции термоядерного синтеза. Звезды в основном состоят из водорода и гелия. И можно с уверенностью предположить, что самые большие планеты имели бы подобный состав. Солнце примерно на 75% состоит из водорода и на 24% из гелия. На оставшийся 1% приходятся более тяжелые элементы. Юпитер – это примерно 71% водорода, 24% гелия и 5% других элементов. Итак, давайте считать, что любая большая планета состоит из трех частей водорода и одной части гелия. Наша сегодняшняя героиня просто бьет все рекорды. Знакомьтесь, HD 106906b – это просто невероятная планета, которая больше Юпитера в 11 раз. Расположена она от родительской звезды примерно в 650 раз дальше, чем Земля от Солнца. Сама же система HD 106906 расположена на расстоянии в 300 световых лет от Земли. Однако это не мешает наблюдению за ней, ведь этот газовый гигант не дает покоя ученым. Дело в том, что, как уже было сказано ранее, HD 106906b больше Юпитера в 11 раз. И по законам астрономии, такого большого протопланетного диска попросту не может быть. Но как же тогда образовалась эта загадочная планета? Есть одна теория. Она прибыла из другой системы звезд. На это также указывает сильно эллиптическая орбита. Чтобы совершить один оборот вокруг своей звезды, газовому гиганту требуется полторы тысячи лет. Нет смысла описывать всю важность звезды по имени Солнце для нашей планеты. Достаточно сказать, что без нее никакой жизни на Земле попросту не существовало бы. Наша звезда сформировалась около 4,5 миллиардов лет назад. Все увеличивающиеся давления и температуры запустили в сформировавшемся ядре звезды термоядерную реакцию, которая продолжается до сих пор. Топливом для термоядерной реакции внутри ядра Солнца является водород, которого по приблизительным вычислениям хватит еще на 6,5 миллиардов лет. Учитывая, что звезды Солнца подобного типа живут в среднем около 10 миллиардов лет, наша светила еще относительно молода и не перевалила даже за середину своего жизненного пути. Поэтому за судьбу своих детей и даже детей, детей, детей ваших детей и далее практически до бесконечности можно не волноваться. Солнце перерабатывает больше 4 миллионов тонн вещества, постепенно изменяя состав своего ядра. По мере расходования водорода ядро Солнца сжимается еще больше и, соответственно, становится ярче и горячее. По приблизительным оценкам, яркости температуры возрастают на 10% каждый миллиард лет. Компьютерное моделирование показало, что уже через миллиард лет жизнь на нашей планете для высокоразвитых существ станет невозможной из-за высокой температуры поверхности и парникового эффекта, вызванного испарением больших объемов воды. В среднем температура поверхности возрастет на 40-50%, а людям, если к тому моменту они еще будут существовать, придется скрываться глубоко под землей или водой в специальных бункерах. Вполне вероятно, что на тот момент комфортно себя будут чувствовать лишь глубоководные морские обитатели и бактерии термофилы, которые умеют выживать при экстремально высоких температурах. Возможно, в отсутствии конкуренции они смогут развиться и эволюционировать до разумных существ. Однако все это лишь фантазии, в то время как сухие научные факты говорят нам о том, что через 3,5 миллиарда лет от сегодняшнего дня, когда Солнце израсходует 3,4 запасов водорода в своем ядре, жизнь на Земле станет вовсе невозможной даже для простейшей жизни. Все моря и океаны высохнут, а поверхность разогреется настолько, что будет напоминать сегодняшнюю Венеру. Планета станет совершенно безжизненной, но настоящий апокалипсис произойдет позже. Приблизительно через 6 миллиардов лет Солнце станет намного ярче, и наша звезда превратится в красного гиганта. На несколько сотен миллионов лет звезда обретет стабильность и даже слегка уменьшится в размерах, но это будет лишь затишье перед бурей. Почти через 8 миллиардов лет ядро Солнца вновь начнет уменьшаться, а внешняя оболочка начнет многократно расти. По современным представлениям, Солнце станет в 250 раз больше, чем сейчас. Интересно, что жизненный цикл Солнца не оставит никаких шансов для жизни на Земле при текущем развитии технологий, но зато может подарить возможность комфортной жизни на других планетах Солнечной системы. Во время горения в Солнце гелия в жизненном цикле нашей звезды наступит некоторый момент стабильности. Именно в этот момент отдаленные ныне планеты с крайне низкими температурами поверхности смогут стать райскими уголками для жизни. Правда, временной интервал для комфортного пребывания на них и развития жизни будет крайне мал по космическим меркам.